Всем привет, с вами Apple Team и я направляюсь в Apple Store, чтобы примерить Apple 8. Собственно, вы поняли это по названию этого ролика. Буквально через 10 минут, наверное, я назначил appointment, который так и тяжело забронировал, чтобы, собственно, примерить эти часа. Вот я подхожу к Apple Store и что да как, наверное, я не смогу заснять, потому что это будет неудобно. Она разговаривает со специалистом будет, а вот как они будут сидеть на руке, это я, конечно, засниму и, наверное, расскажу впечатление, потому что у меня не было вот их самих впечатлений, как они сидят на руке. У меня был только их полный обзор, как они прикручены к стенду, и я так только смог в них потыкать и посмотреть, в принципе, общий дизайн, но на руках, к сожалению, у меня не были. Вы спросите меня, почему я не сделал это раньше. Ну, наверное, потому что все-таки был полный обзор Apple Watch у меня на канале, и, мне кажется, его хватало. Сейчас же я все-таки подумал, у меня есть свободное время, в принципе, что бы не съездить, что бы не рассказать вам. В принципе, на самом деле, не так много было свободных мест, чтобы примерить эти Apple Watch. Точнее, их не было вообще, я вам больше скажу. И, на самом деле, чтобы забронировать appointment, ну, appointment, это вообще вещь такая, чтобы, собственно, примерить эти часы, нужно было через несколько кругов фада пройти, а там какие-то были доступные, недоступные, выбрать модель. Про Apple Watch Edition это вообще отдельный разговор, потому что это очень дорогая модель, и не всем она доступна. Не каждый сможет с улицы ее прийти примерить. А отдельный разговор это вообще, что они сейчас недоступны в продаже, и что они в июне недоступны в продаже, и с июля только как бы, или в июне. И что в онлайне их нету практически, очень долго надо ждать. Это вообще отдельный разговор. Не знаю, специальная Apple это сделала или не специально. На 15 минут дается для того, чтобы примерить Apple Watch. Наверное, этого хватит, в принципе. Но я не вижу, зачем давать, допустим, 20 минут или больше даже, или... Ну, в принципе, да, этого достаточно, чтобы сложить общее впечатление, так сказать, об этих часиках. Собственно, мы подходим к Apple Store, и давайте приступим. Мы начнем около 500. Я сейчас с кого-то, если вы хотите помощи, просто идите прямо в центре. Собственно, я подошел к специалисту в Apple Store, и он открыл заветную, наверное, коробочку с Apple Watch'ами. Собственно, открыл, наверное, как я понимаю, это по NFC, и он предложил мне выбрать несколько моделей Apple Watch обычных и Apple Watch Sport. Я выбрал какую-то совершенно рандомную модель, потому что я в них еще толком не разбираюсь, и, собственно, он мне одел на руку эти часики. Ну и вот, собственно, Apple Watch на моей руке, и на самом деле 42 мм оказались для моей костлявой руки очень большими. И первое впечатление было, наверное, как будто он мне одел на руку Apple Watch Edition. Вот прямо вот Apple Watch Edition, потому что там какой-то похожий цвет был. У меня возникло такое ощущение. Пользоваться ими было нельзя, так как это демонстрационный образец, и там воспроизводилось только демо-видео, как, собственно, ими пользоваться, какие они функции могут выполнять и так далее. И там демонстрировалось приложение Activity, и когда демонстрировалось это приложение, можно понять, как работает Taptic Engine. Он работает просто прекрасно. Когда, собственно, это все демонстрируется, он начинает срабатывать, и вы чувствуете его, и это просто классное ощущение, мне кажется. Ну, это отдельная история тоже с Taptic Engine. Это прекрасное ощущение, когда вот у вас на руке вот очень классное ощущение. Потом я попросил у него второй образец. Это Apple Watch с стальным ремешком, как я понимаю. Тоже забавно смотрится, очень большие длины руки. И они прямо, знаете, как настоящие часы такие дорогие тоже с стальным ремешком. Но, наверное, я бы их не купил, потому что, ну, мне не нравятся такие тяжелые часы, и не только, ну, не люблю я железо на руке. Собственно, покрутил я их, покрутил, и сделал для себя вывод, что я куплю следующую модель Apple Watch. Ну, потому что она будет в 100 раз лучше, и так далее. Но про функцию, наверное, рассказывать нет смысла, потому что у меня есть полный обзор. Демонстрируется видео, видно каждую точечку. Ну, понятно, что там экраны ретина, и пикселей совершенно не видно. Все прекрасно выглядит, с прекрасным качеством изображения, с прекрасной FPS, главное, плавно, и совершенно не видно пикселей. Ну, странного было, если бы они были видны. А сегодня, 25 апреля, и люди, которые заказали 10 апреля, часики эти замечательные, начинают их получать, а кто не успел, тот будет ждать до середины лета. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, ждите новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok